Результат неоспорим. Дмитрий Азаров на прошедших выборах получил абсолютное большинство голосов. Кандидаты на пост губернатора поддержали больше 83% проголосовавших жителей Самарской области. Если в 2018 году люди голосовали за надежду, то в 2023 отдали свой голос за уверенность. Жители, действительно, и Дмитрий Гришин отметил это, проявляют все большую активность, все более сознательно подходят к определению тех политических процессов, которые проходят на территории области, потому что в конечном итоге это отразится на каждом из них. За прошедшие пять лет, во время которых Дмитрий Азаров руководил регионом, жители почувствовали существенные позитивные изменения. Дороги и мосты, школы и детсады, больницы и поликлиники, новые скверы, площадки, благоустроенные дворы, спортивные объекты и отремонтированные дороги. Все это стало нормой жизни в регионе. Сохраняя такие добрые традиции, нужно двигаться только вперед. Это отмечает как сам Дмитрий Азаров, теперь уже официально губернатор Самарской области, так и собравшиеся на церемонии инаугурации почетные гости. Сегодняшнее мероприятие – это посыл к тому, что в следующие пять лет область будет достойно, надежно, уверенно развиваться. Это касается и промышленности, это касается и сельского хозяйства, и всех-всех сфер общей деятельности. Под началом главы региона продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как мост через Волгу. О транспортном коридоре Европа-Западный Китай жители Самарской области мечтали и с нетерпением ждут открытия этого перехода. В 2024 году завершится реализация крупного проекта, и мост станет частью международной развязки. Он многое сделал для жителей Самарской области, много программ, касающихся и переселения, и заваренного жилья, и здравоохранения, и детских садов, и системы образования, так или иначе связаны с ним. И многое сделано, и сделал большой задел, который требует своего продолжения. Во время церемонии инаугурации отдельно руководители соседних субъектов отметили, как сильно меняется Самарская область. Главы регионов выразили надежду, что и за следующую пятилетку губерния преобразится. И изменения к лучшему невозможны без профессионалов, которые сейчас формируют управленческую команду региона. Развитие будет, потому что именно такая команда сформирована на основе компетенции людей, на основе эмоциональной составляющей любви к своему региону, которые хотят работать, которые способны это делать, и которые сделают действительно большие успехи в территории. Во время предыдущего срока Дмитрий Азаров внес большой вклад в помощь военнослужащим. Глава региона не раз посещал зону проведения спецоперации. Защитники рассказывали губернатору о своих нуждах, и все потребности были удовлетворены. От помощи в получении отпусков до дополнительной экипировки, чтобы каждая боевая задача была выполнена. Во время новой пятилетки продолжится и адресная поддержка семей военнослужащих. Все предыдущие пять лет были направлены на то, что он и его команда очень мощно, активно работали над тем, чтобы инфраструктура города и создавали социальные какие-то объекты для детей и семей развивалась поступательно. Очень много планов, планов на развитие нашей Самарской области, не только города, столицы региона Самары, но и других районов. В следующие пять лет продолжится работа по укреплению позиций региона в ключевых сферах – экономике, промышленности и здравоохранения. Мощный импульс развития получит спорт и культура. Только за последние пять лет в Самарской области открыты шесть ледовых арен, 18 спортивных комплексов, 7 стадионов и футбольных полей, 117 спортивных площадок. Построены два новых и обновлены более 30 домов культуры. Модернизированы три театра – Самарт и Театр кукол в Самаре и Дилижанс в Тольятти. Продолжают возводить здания для театра «Грань» в Новокуйбышевске. Готовятся к открытию первый в стране филиал Государственной Третьяковской галереи. Все это проходило и пройдет под началом сильного руководителя – всенародно избранного губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Галина Топилина, Николай Сидоров и Николай Епифанов. События.